Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Интересные накопки во время раскопок в Ване. Арцах и Армения обладают достаточными возможностями для продвижения мирной повестки дня. Зокра Апнадсаканян. Руханей исключил двусторонние переговоры с США. Планируется мероприятие, посвященное 735-летию Бладзорского университета. Школа Лазаревых в Москве изучение армянского языка обязательна. Естественная печать на голове иванской кошки продолжает удивлять ученых. В результате раскопок в исторической Иванской крепости Западной Армении и ее окрестностях впервые в мире будет представлен целый район крепости в нетронутом состоянии. Раскопки исторической крепости на территории Западной Армении все еще продолжаются и, как ожидается, предоставят важную информацию о социальной жизни наших предков. Вполне возможно, что мы увидим быт своих предков, которые жили в королевстве Иван 3000 лет назад, со своими повседневными атрибутами, с тониром, может быть даже с мебелью. В Степанакерте состоялось первое совместное совещание центральных аппаратов Министерства иностранных дел Республики Арцах и Республики Армения с участием руководителей дипломатических и консульских служб Республики Армения за рубежом. Как сообщили новости Армении, Ньюс Эйем в пресс-службе МИД Арцаха в ходе совещания главы МИД Арцаха и Армении Маси Смейлян Зограпна Цаканян выступили с речью. Министр иностранных дел Арцаха представил основные внешнеполитические приоритеты Республики Арцах и позицию властей относительно процесса ее международного признания и урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. Следует подчеркнуть, что у мирного решения конфликта нет альтернативы, и мы настаиваем на этом, основываясь на уверенности в том, что Арцах и Армения обладают достаточными возможностями для продвижения мирной повестки дня. Любое действие, которое необходимо осуществить, послужит этой цели, добавил глава МИД Армении. Президент Ирана Хасан Руха не исключил возможность двусторонних переговоров в США, однако отметил, что диалог возможен в формате «шестерки» по иранской ядерной программе, сообщает Армен Пресс со ссылкой на РИА Новости. Если США снимут все санкции, они могут, как и прежде, вступить в диалог в рамках группы «5 плюс 1», – заявил Руха Нечи, и слова приводятся на его официальном сайте. По его словам, речи о двусторонних переговорах с Вашингтоном не идет. 6 сентября в 15 часов в Ярегнадзоре пройдет мероприятие, посвященное 735-летию Гладзорского университета. Мероприятие начнется с монастыря Танахат, где будет совершено благословение и проведена литургия. В рамках празднования университета Гладзор в важнейшем средневековом духовном, образовательном и научном центре пройдет выставка хачкаров и работ гончаров. В мероприятии примут участие культурный центр «Терян» и благотворительная организация «Орран», которая проведет выставку-продажу. Студенты Вайотзорского областного государственного училища представят свои работы резьбы по дереву. Посетителей ждут лучшие вины региона, сладости и мастер-классы. Изучение родного языка обязательно для детей армян в московской школе номер 2042 с армянским этнокомпонентом. Но тут преподают еще и арабский, персидский, английский и французский. Учебное заведение стало интернациональным, здесь учатся представители 38 народов. В 2008 году, когда была открыта школа, было принято решение сохранить армянский этнокомпонент, но им одним не ограничиваться. К списку изучаемых языков добавились арабский и персидский. Есть также английский и французский. Армянский язык обязателен для всех детей армян. Изучают его по учебникам из Армении. Врожденный черный штамп на голове некоторых из ванских кошек, одного из символов Западной Армении, которые живут на вилле кошек в ванне, поражает ученых. Знак исчезает через 8 месяцев. Черная метка на голове кошки широко известна как печать ванской кошки и с научной точки зрения называется споттинг банкет. Хорошо известно, что глухота может быть серьезной проблемой для белых ванских кошек, а кошки с черными пятнами на голове не глухие. Этих кошек меньше, что делает еще более уникальными и удивляет ученых. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ашнагишеш Хайвик Мурадян. Продолжение следует... Продолжение следует... Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!